Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Станция спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. Сегодня мы погрузимся в мир авиамодельного спорта, уникальной и захватывающей дисциплины, которая сочетает в себе физическую активность и технические знания. Обо всем подробнее смотрите далее. Авиамодельный спорт – это вид спорта, который заключается в создании и управлении моделями летательных аппаратов, таких как самолеты, вертолеты, дельтапланы и не только. Он возник во Франции в 1900 году. Там же состоялись первые состязания. А спустя пять лет начала свою работу Международная авиационная федерация. В 1925 году был организован первый мировой чемпионат. И с тех пор соревнования на международном уровне проходят регулярно. Авиамодельный спорт в нашей стране начал развиваться с 1910 года, когда известный ученый Николай Жуковский организовал первые соревнования. В них приняли участие около 40 человек. После чего в тогда еще царской России стали открываться кружки по авиамоделированию. Они действовали в разных городах, но из-за революции многие секции закрыли. Развитие авиамоделизма приостановилось. Возрождение спорта наступило в начале 1920-х годов. Вновь заработали кружки в Москве, Ленинграде и Уфе. В 1926 году прошли первые всесоюзные соревнования, в которых поучаствовали более 70 спортсменов. С 1950-х авиамодельный спорт становится популярен по всему миру. В Советском Союзе курировал и вел финансирование авиамоделистов ДОСАФ СССР совместно с Министерством образования. Конструкторы-любители собирали профессиональные модели, которые достигали скорости до 300 км в час, а время полета длилось 33 часа. В 1990-е годы авиамоделирование вышло на пик развития. Более тысячи спортсменов в России имели звание мастера спорта и более 300 мастера спорта международного класса. Авиамодельный спорт на сегодняшний день включает в себя много разных подуровней, разных форматов, разных классов и разных технических направленностей. От кордовых, которыми мы начинаем с ребятами заниматься, до уже дронрейсинга, беспилотники, радиоуправляемые самолеты. Много чего это все сошлось от технического творчества. Существует три основных вида авиамоделей. Первыми появились свободно летящие модели планеров. Они стартуют из рук своего создателя и поднимаются ввысь, планируют, подчиняясь потокам воздуха и ветру. Кордовыми моделями управляют при помощи нитей – корд. К ним привязана модель, следовательно, летать она может только по кругу, выполняя различные фигуры в воздухе. Они делятся на пилотажные, гоночные, скоростные и для воздушного боя. Радиоуправляемые, или, как их еще называют, теплоуправляемые модели, управляются с помощью световых, звуковых и радиоволн. Обычно в рамках соревнования необходимо выполнить определенные комплексы фигур. Посадить свою модель участник должен в непосредственной близости от взлета. В каждом виде авиамоделей существует еще несколько подвидов. Также существуют классы и подклассы. К ним, например, относятся аэростаты, свободно летающие модели, ракеты и так далее. Для каждого вида состязаний разработан свой свод правил, по которым и происходит оценивание. Мы узнали, как проходят занятия и подготовка к соревнованиям. Набор у нас ведется в клуб для занятий авиамодельным спортом круглогодичным. То есть, если есть свободные места в группах, мы всегда берем новичков. У нас есть специально разработанная программа для занятий детей, поэтому каждый ребенок, который приходит в середине года или в начале года, он включается в работы по программе. С учетом новых технологий, то, что сейчас в клубах появились станки с числовым, программным управлением, 3D-принтеры, процесс сборки немножко ускорился по сравнению с тем, когда мы самолеты собирали, когда были маленькими. Сейчас ребята могут начертить сами детали самолета, написать программу и вырезать это все на ЧПУ-станке. В среднем где-то год дети обучаются, чтобы построить первую свою пилотажную модель. У нас программа построена от простейшего планера до более сложных летательных аппаратов, то есть пилотажных моделей, бойцовых моделей. А дальше уже второй год занятий или третий год занятий ребята уже занимаются своим творчеством, приносят модели, которые им интересны, мы вместе с ним сидим, разрабатываем, они сами строят и осуществляют свою идею, которую они захотели. Авиамоделизм может быть как командным, так и индивидуальным, в зависимости от дисциплины. Этот зрелищный и увлекательный вид спорта в равной степени интересен и взрослым, и детям. То, что мы ребята F2D стараемся учить воздушному бою, это командный вид спорта. Там не только пилот, но там еще бегунок, бегунок, который занимается тем, что при падении бежит, подбирает упавшую модель, отцепляет, перецепляет ленту, несет ее к механику. Механик в этот момент уже при падении, с решения судей начинает заводить мотор, подбегает бегунок, цепляет ленту, модель выпускается в воздух. Штрафные секунды останавливаются. Это все командный вид спорта. Почему вот этим мы и занимаемся, что это ребятам интересно. Это так называемый экшен и драйв, где они постоянно в движении. Ребенок приходит сюда, мы ему объясняем, как строить самолет, как работать с инструментами, с чертежами, с паяльниками, тем самым, когда паяется бак. Со всем. Мы это объясняем. Дальше он работает сам. Все зависит от его настроя, от его умения. Мы набираем ребят с 11 лет. У нас приходят и мальчики, и в последнее время стали девочки приходить. И причем некоторые девочки иногда показывают определенный результат. Какие группы мышц развивает этот модельный спорт? Все. От мышц мозга, которые растет от того, что он работает. Ножки, ручки, потому что когда на полетах они бегают, носятся, заводят, приседают, поднимают модели. Это активность на 100%. После поездок с ребятами сам возвращаешься. Вроде бы и уставший, но на душе так легко и весело, как будто опять окунулся в детство. Участники авиамодельного клуба рассказали нам подробнее о своем увлечении. Я люблю собирать самолеты, и мой папа тоже. Он их постоянно делает, и я ему помогаю. И из-за этого мне как-то начало нравиться, и я начала ходить в авиамодельный. Ну, мне понравилось чертить и собирать всякие маленькие детали. Мне хочется собрать самолет и на нем летать. Авиамодельный спорт повышает физическую активность, улучшает координацию и моторику, развивает концентрацию и стратегическое мышление. Однако этот спорт имеет еще и прикладное значение. Как показывает многолетняя практика, авиамоделирование способствует появлению новых технологичных летательных аппаратов. Мы готовим инженеров. То есть дети, приходя сюда, понимают, что им в жизни интересно. Здесь, кстати говоря, не обязательно дети, которые приходят, их увлекает самолет в строении. Некоторые занимаются моторами, им интересно, да, и они становятся механиками на соревнованиях стартов. Кто-то пилотами, кто-то любит и смотрит уже на специальности инженера-конструктора. Привлекла, собственно, сама авиация. Я с детства увлекаюсь и до сих пор увлекаюсь авиацией, изучаю различные виды самолетов, изучаю основы проектирования их. И авиамодельный спорт меня интересовал в первую очередь созданием самолетов. Я хочу свой самолет спроектировать и здесь его создать, сделать своими руками. Я лично хочу стать инженером-авиаконструктором. Я вот хочу создать большую модель, а когда вырасту будет своя мастерская и доступны будут все инструменты, то большую модель уже, на которой можно летать, пилотируемую. Я хочу стать тоже инженером, и, наверное, здесь все пригодится, что здесь попадают. История развития авиамодельного спорта насчитывает более ста лет. Первые авиамодели были изготовлены из дерева, бумаги и ткани и в большинстве случаев собирались вручную. В наши дни для создания качественных летательных аппаратов требуется высокотехнологичное оборудование. Мы выяснили, насколько технически оснащен авиамодельный клуб сегодня и какие планы на будущее. Мы поменяли дислокацию благодаря нашим депутатам и заместителю главы района Татьяны Юрьевны Квасниковой. Благодаря им у нас новое помещение, которое находится в кинотеатре «Искра». Здесь больше намного помещений. У нас здесь будет уже разделение что мы не могли раньше себе позвонить и на слесарную мастерскую, и столярная мастерская будет для изготовления самолетов и деталей к ним. Класс для занятий огромный, где может поместиться намного больше детей, нежели у нас было в предыдущем помещении. Планируется ремонт в следующем году. Обновление материально-технической базы приоткрою небольшую завесу планируется в следующем году открыть класс по беспилотникам, то есть дронрейсинг. Посмотрим, не будем давать какие-то обещания. Все это в процессе, оговаривайте с администрацией, и, возможно, в следующем году будет готов класс, где ребята будут воспитываться, уже обучаться управлением беспилотными летательными аппаратами. А на сегодня это все. С вами была программа Станция Спортивная. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин